Весной 2014 года тысячи дончан дали присягу украинскому народу о проведении для срочных выборов президента. Но свой долг нам не удалось исполнить. Хотя, например, председателем одной из окружных комиссий в Донецке, где я работал, был представитель Дмитрия Яроша. Я считаю, это пьяницы, алкоголики. После бегства президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года Верховная Рада приняла решение о досрочных выборах президента. Вскоре после этого Россия оккупировала Крым, а затем пророссийские протесты начались и на Донбассе. Пророссийские протестующие захватывали здания и сбивали проукраинских дончан при попустительстве правоохранительных органов. Чтобы защитить свою страну и город, кто-то пошел в добровольческий батальон. Раз! Так, отстреливай! Комитацию стрельби! Кто-то устанавливал флаги Украины на терриконах. Мы же сюда забрались для того, чтобы оказать, что Донецк от вас является одной частью с Украиной. А я и еще 15 дончан пошли работать в окружную избирательную комиссию по досрочным выборам президента Украины в Куйбышевском районе Донецка. Почему он пошел работать сюда? Да. Ну, я думаю, во-первых, это моя гражданская позиция и мой долг. Тем более в нашем регионе не так много людей, которые поддерживают эти выборы. Может быть, пойдут, не говоря уже о том, чтобы участвовать в их организации. А страшно? Вдруг на остальные участки не нападают? Ну, я думаю, когда будет повод страшиться, тогда и будем бояться. Сейчас пока поводов не было, пока только идет какая-то информационная со СМИ, запугивание. Председателем нашей комиссии был представитель Дмитрия Яроша, дончанин Руслан Кудрявцев, который предпочел выборы, а не фронт. Мне непонятно, смог бы ли я чем-то там быть полезен. Да, а здесь я понимал, что меня не купят, меня не набугают. Я буду делать то, что я должен делать. В нашем округе Буга 100 тысяч избирателей и 99 участковых комиссий. Но создать их Буга не так просто. Отказались по неизвестным причинам, половина людей не берут трубки, может занятые, может люди на работе. А так, в принципе, все согласны. Возможно, вы думаете, что эти выборы были никому не нужны? Но это не так. Я патриотка Украины, да, выборы нужны. Ну, а не страшно вы будете идти на участок? Страшно, не страшно, поболимся и пойдем на участок. Надеемся, что пойдет, а потом как оно будет, если мы не знаем. Каждая, что нужен людям. Если не будет выборов, то у нас будет колония. И колония, она и есть. И геноцид. Пока мы готовились к выборам, пророссийские боевики продолжали захватывать административные здания в Донецке. Давай, давай, давай. Гоу, гоу, гоу. Только что был занят телецентр. Жители города хотят, чтобы транслировались и российские каналы. Мы охраняем общественный порядок. И проукраинские дончане продолжали выходить на митинги за единую Украину. Говорят сепаратисты, но я считаю, это пьяницы, алкоголики. Накануне так называемого референдума 11 мая на нашу комиссию напали первый раз. Сперва зашел ветеран Беркута. Залетели в масках, приставились активистами ДНР. Забрали аппаратуру ксерокопильную. Вывезли с этого кабинета, где должна была подготовка по выборам президента походить. Мы сейчас занимаемся этим вопросом, чтобы узнать, кто это был. То есть мы работаем с властью, которая сейчас есть на данный момент. Да, Сергей Викторович. Сейчас проверяют, ищут, ищут. Да, да. Сейчас начальник краедела мне звонил, он сейчас подъедет сюда, на исполком. Мы побеседуем. После этого мы продолжили свою работу без вывески и под охраной милиции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 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 двенадцать. Ну и двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, половина. Мы надеялись открыть хотя бы половину участковых избирательных комиссий в нашем районе. Хотя другие кружком и останавливали работу один за одним. Симовый Свободович, лидер? Любому человеку мы запрещаем идти на голосование. Вот, я лично. А я, что я, сепаратист или я? Я русский. Я русский. Прожил всю жизнь на Украине. Я запрещаю каждому человеку идти голосовать на голосование, на украинское голосование. За три дня до выборов на нас снова напали вооруженные люди. В округе с бывшим доверенным лицом кандидатов президента Украины Петра Симоненко. Вот и весь вопрос в том, что это в области сохранности. Так, забрали уже полностью весь компьютер с системным блоком со всем на свете. Забрали принтер, сканер и ксерпс. Все отсюда уже вытащили. Но я вижу, что там люди работают, хотели что-то удалить. Мы удаление остановили. Я 26 числа, системный блок в целости и сохранности, с всей информацией, даже спрятать ее не буду, в ванную лично занесу приемную. Это я сейчас опишу, расписку эту ванну оставить. Есть правоохранительные органы. А если вы можете мне, то оставьте мне, чтобы душу грело. Все, все. Она будет лежать у главного человека. Три дня назад, я говорю, давайте по-хорошему, вы нам отдадите бюллетени, чтобы мы ни женщине не плывали, ничего. Мы даже никому в Донецке не скажем, что вы от Яроша были. Потому что мы все-таки вопросы личной безопасности сошли. Да, гнида, конечно. Я тогда еще не знал, что он меня как правосейка слил. Пытался еще его выгораживать. Потому что же было у нас комиссия выбирать уже. Если надо сделать, что мы пошумели, мы потом пошумели. Пару петард с рымом под окно, чтобы для своих большинств. Да, я подумал, и все. И на этом он опять, куда-то делал. На референдуме, на референдуме вообще не было милиции. Здравствуйте, а что же вы без приглашения? Я сейчас пишу уже список на удостоверение, на системный блок. И есть информация, что часть бюллетеней все-таки есть. Нет, нужно видеть, что они лежат в сейфе. Мы же никого не обманываем, вообще. Я прошу прощения. Вы понимаете, вы же не будете в граденном процессе участвовать. Вы же знаете, как выглядят бюллетени. Чтобы же мы уже цивилизованно как-то. А то потом мы бумаги, там, от них, и то... Жалко, что вот это... Саша сколько, неделю долбал Пашу, чтобы здесь это логово уже разогнать. Но так как самому совесть нет, за то, что сейчас происходит, что твои же земляки погибают, что лома разрушаются, подъяснили. Знаешь же, я вот тебе просто скажу одно. Вот как я с жалом, что у меня володя, очень приятно. Руслан, просто пойми, я вот смотри, я сам 23 года сейчас это принимаю. У меня какой-то бизнес есть, да? И я сейчас готов ехать, готов защищать тех женщин, которые там погребаться. Погребаться я с утками. А теперь вот, я просто не пойму, ребят, как совесть? Тебя не грызет, типа, ну как жить дальше? Мне только инстинкты самосохранения. Мне давали ответить им по-настоящему, что я вообще о их республике думаю. Да если бы мне пришли, сказали, заниматься этой мразью, я бы никогда в жизни бы, блин, еще бы и морду набил бы тому человеку. Ну, человек хотел денег, рубой. Денег? Вам мало денег. В шахту идите работайте, если вам мало денег. А ты одел белую рубашку и ходишь, тут фраерон. У меня тоже светлая рубашка, ладно, давай. Тебя на цветаста. Руслан, даже если можно. Когда надо? Сейчас, сейчас. Саня, я Руслан, ты не обижайся, я не тот самый. Не обижайся, я понимаю, что я бы как-то по-другому поступил, но... Хорошо, да. И это украинский материал, как можно вывести Малайя? Но это же Украина, это Украина. Это Донецкая народная республика, здесь нет Украины. Это Донецкая народная республика, здесь нет Украины. Но ни одна страна не признала этого. Все страны мира говорят, что это Украина. Это очень плохо, что эти страны не признают более изъявления наших людей. Чувства смешанные, на самом деле. Мы, как избирательная комиссия, свой долг выполняли до конца, я считаю. Есть еще органы власти, которые при всем при этом должны обеспечить правопорядок и возможность свободного воли изъявления людей. Что происходит, вы видите? Больше добавить ничего не могу. Печать поставил сам на эксплуатации. Не-не-не, печати надо поставить. Да-да-да. Если меня вернут через 3-2 минуты. Я его на бакинских и оставлю, потому что я дальше... Я нужен? Да. И для того, чтобы мы последние, так поняла, вот... Мы уже все закватывали, а мы решили на нас оставили. Ничего. Буду менять место дислокации. Информацию мы сберегли. Бюллетени у нас нет. А вы долго будете осмотреть? А давай вас проводить надо было, когда сюда головорезы приходили. Ну так мы же об этом не знали? Мы приехали позже. Мы следственная оперативная группа. Ребята, просто вот у нас цирк на дозе получается. Извините за мою плохую кровь. Ну, мы приехали фиксировать. Я бы меня радовал, что вы приехали фиксировать. Мы же не можем здесь находиться. С вами были здесь. Еще не в последнюю очередь кажется, что как только начались какие-то активно мы требовать от милиции принять какие-то меры, вот после этого, наверное, все и уже так более серьезно закрутилось. Ну, я предлагаю в том ключе, в котором мы изначально и планировали. То есть мы сегодня делаем то, что можем сделать сегодня. А завтра поживем убить. В тот же день, ближе к вечеру, снова появились вооруженные люди, с Ирой забрали председателя на подвал. После недели издевательств Росклана отпустили. Но он не очень любит об этом рассказывать. Вот в глазах, вот знаешь, я стою перед ними там в рубашке, там безоружный человек, голый босый практически, а у них в глазах ненависть, граничащая с какой-то паникой. Вот такая вот, знаешь, увидели живого правосека такое. И вот это вот все, если бы там один хотя бы, знаешь, а то вся вот эта вот толпа, которая прибежала, вот так вот все с автоматами друг через друга. В день выборов президента Украины пророссийские боевики собрались на центральной площади Донецка. Потом начали штурм Донецкого аэропорта. А я уехал из города, как мне казалось, на одну-две недели. Жалеть, конечно, однозначно не жалею. Просто мы должны были сделать то, что можно было сделать. То есть делай, что должен, а там уже будь, что будет. Пока государство не навело бы порядок, мы бы там своими руками, своими там хитростями и ухищрениями мы бы ничего не сделали. Прошу голову Конституционного суду Украины вручити официйные символы головы державы президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко. Прошу вручити знак президента Украины. Когда я думаю об этих выборах, мне становится стыдно перед тысячами членов участковых избирательных комиссий на Донбассе, которые рисковали жизнями ради Украины и остались сброшенными на произвол в оккупированных городах. От Львова до Донецка, от Чернигово до Севастополя, мы, украинцы, живые вогнику семьи европейских народов и деятельность работников европейской цивилизационной семьи. И работа, так сказал Иван Франков, стоять ногами и сердцем на Украине свои головы держит в Европе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова